Всем здравствуйте! Знаменитая актриса Лидия Федосеева Шукшина, не выдержав проникновенных высказываний Барри Алибасова-младшего, набросилась на него с неожиданными обвинениями. Артистка отреагировала на странное желание сына Алибасова. Барри Баревич решил жениться на Лидии Николаевне и тем самым спасти ее от дома престарелых. Ты лгун номер один и не смей вспоминать мою фамилию. Ты замучил своего отца, громко отреагировала актриса. В ответ Алибасов-младший заявил, что обязательно позаботится о Лидии Николаевне. По его словам, Шукшина в любой момент может поехать в квартиру в Калининграде, которую он, якобы, купил специально для нее. Актриса не стала слушать этот бред. Она обвинила Алибасова-младшего в том, что тот разрушил ее отношения с Барри Каримовичем. Однако позже выяснилось, что никого спасать и не надо. Актриса сама уехала в пансионат, потому что ее дочь Ольга Шукшина не хотела заразить маму коронавирусом. В итоге Федосеева Шукшина вернулась домой из-за опасной болезни. Барри Алибасов-старший тоже не стал терпеть выходки своего наследника. Он не смог сдержать эмоции и разозлился на сына. Отцепись от нас, не лезь. Он считает, что Барри-младший разрушает его личную жизнь. Кто его просит выносить все это? Почему он лезет в мою жизнь? Живи отдельно, возмутился продюсер. Также он заявил, что с удовольствием бы спереехал в дом престарелых вместе с Лидией Николаевной. Потому что мы очень любим друг друга. Я и на улице Бочкова готов ее любить. Мы вместе старый Новый год отметили, заявил Барри Алибасов. Продюсер отметил, что был в этом пансионате. Хочу сказать, что просил там меня и оставить. Там очень вкусно кормят, чисто и уютно, для любого человека, который прожил жизнь. Хотелось, чтобы у всех были такие условия. Я был там и с Лидой. И с Куравлевым там был. Будем надеяться, что Барри Каримович и Лидия Николаевна еще смогут наладить отношения, несмотря на козни их наследников. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok